Если не мы, то кто? Они поют о мечтах, целях молодости и любви. Предлагают не ждать у моря погоды, а действовать, двигаясь только вперед. Таким у сочинской группы «Москва-Луна» получился гимн молодежи. Здесь в каждой ноте и слове – мотивация, призыв к действию. Молодежь в Сочи должна и может жить ярко и интересно. В то же время гимн получился совсем не скучным. Никакого назидания, только музыка и драйв. Так как мы себя молодежью считаем, мы вечно молодые, то мы решили сделать свое направление музыкальное, молодежную музыку, чтобы действительно это зашло в эти сферы жизни молодежи. Эта песня сделана в калифорнийском поп-панке. Поэтому я не думаю, что молодежь не оценит. Она очень даже оценит именно это направление. Александр Мисгулин, к слову бывший музыкант смысловых галлюцинаций, написал текст и мелодию всего за полчаса, вдохновившись идеей, предложенной управлением молодежной политики города. До сегодняшнего дня в сочинской молодежи не было гимна. Мы эту, не скажу, что проблему, но эту историю хотим все-таки запустить и решить. Почему? Потому что всегда должно быть что-то мотивирующее, что-то сподвигающее на какие-то дела, на какие-то подвиги. Теперь у молодежи Сочи есть свой гимн, который, надеются, в группе «Москва-Луна» будет звучать на всех мероприятиях, вдохновляя и зажигая сердца юношей и девушек. Она очень сильно зажигает, вот прям внутри. Плюсом идет сюда еще текст, который очень легкий, очень запоминающийся. И она реально как гимн, который тебя мотивирует. Ты ее слушаешь, проникаешься этой песней, начинаешь подпевать и идешь только вперед. В ближайшее время группа планирует представить свою композицию широкой публике. Презентация гимна состоится на одном из молодежных мероприятий города уже в марте.